Всем привет, меня зовут Усейн. Сегодня мы будем читать технологию жизни книги для героев. Мы на прошлом уроке уже закончили вторую главу, начинаем уже третью главу, и сегодня мы будем читать. Еще расскажу то, что кто забыл, то, что я читаю, потом уже вы там руку поднимаете, я вас сам спрашиваю, что вы поняли, если вы что-то там не так говорите, я вам уже помогаю. Третья глава называется «Человек-армия. Причина войны» в названии ее результата. Первая притча у нас «Война. Путь обман». Ну, давайте начнем читать. «Война. Путь обман. Обман. Путь войны. Нельзя успешно вести войны, не обманывая противника. Каждая из сторон надеется получить иной результат, чем тот, на который рассчитывает противник. Война не началась бы, если бы обе стороны твердо знали, чем она закончится. Их представление о ее результате точно совпадало. Положим, заранее обеим сторонам известно, что в одной армии погибнет половина солдат, а в другой – одна треть. То отчего же не убить без всякой войны именно тех солдат, которым нужно погибнуть, и не установить новую границу между странами там, где она прошла бы в результате войны. Тогда обе стороны сэкономили бы время, боеприпасы и питание на солдат, которым и так суждено погибнуть. Сохранились бы мирные жители, скот, дома, мосты и дороги. От такой договоренности обе стороны выиграли бы. Следующий шаг. Так, а почему не договориться убить солдат не только, а немного меньше с обеих сторон? Или вообще никого не убивать? И так далее. Так мы приходим к мысли о разоружении. Что же мешает таким договоренностям? Надежду обмануть противника. Ведь она не знает, какой у нас умный план. Ну, а его планы мы как-нибудь разгадаем, купим или шпионов пошлем. Самонадеянность одной или обеих сторон была бы не очень понятна, если забыть о том сладостном времени, когда такая самонадеянность уже появилась, но еще не различена ходом событий. Это удовольствие сравнимо с утяжем человека, получившего деньги в кредит и отгоняющего на время мысль о дне расплаты. Что-нибудь придумаем. Податься кредит можно получить на время власть в своей стране. А когда она уже вяжется в войну, кто же будет в такой часть эту власть отбирать? А там и война все спишет. Свои простят объединенные ненавистью к противнику. Не догадается, кто в действительности виноват. Уж если и не удастся обмануть противника, то хоть свои обманутся. Любая война – это война и против своего народа. И как же иначе? Любая война требует обмана. Война без обмана – простая мясорубка. Ну и имеющий путь ведет войны. Вот это первая притча. Кто хочет сказать, кто что понял, не знаю. Поднимайте руку, микрофон кричать и говорить. Ариана, ну говори, что ты поняла. Я так поняла то, что в этой притче рассказывается про войну. То, что можно вместо того, чтобы делать вот эту войну, чтобы мирные жители, солдаты, все умирали, можно, например, просто договориться и как-то разделить эти вот, например, страны. А то вот, когда война идет, тогда там все как бы умирают, все вот как бы. Ну да, но тут они сводят к тому, что можно все решить как бы, не сказать справедливо, как бы добрым, без войны путем. Но вот не все будут, наверное, идти на это, потому что они будут думать, что у них какой-то суперплан, например, где-то они могут сделать засаду. Что у них есть какой-то план, который должен их выиграть даже без договоренностей и, например, получить намного больше. Ну тут, да, также говорится то, что... Что вы хотите сказать, например, про кредит? Что тут говорит там Жорик? Про кредит, о чем тут говорится? Я так понял, что там сначала говорилось о войне, что они не могли договориться, и началась война. Это то, что я понял. Ну да, да, то, что там в начале вот... Во-первых, тут говорится Путин, вот война. Они так же поругались, и началась война. Ну да, но это как бы, это такое не сказка, как бы это не рассказка, это такие умные книги, умные вещи тут говорят, что это надо понимать. И вот тут говорится то, что... Да, почему нельзя договориться, то, что в любом случае люди будут надеяться на свой план, то, что они как-то план противника узнают. Как бы они на что-то надеются. Еще тут также говорится то, что про кредит. Например, человек, который берет кредит, он может это на время забыть, то, что, например, ему надо будет спустя какое-то время его все равно выплачивать, да? Чтобы он оттягивает это время и думает, например, то, что... Ну, он вот такой, можно сказать, крутой, то, что у него пока что есть время, деньги, и вот как же, например, человек может стать, например, правителем, с помощью, например, как на время станет правителем, например, как человек взял на время кредит. И потом уже, вот когда там война, они уже не будут идти против него, потому что у него есть какой-то враг. И, например, как там говорилось раньше, то, что у людей, которые, например, голодные, у них цель одинаковая – поесть, наесться. А люди, которые уже не голодные, как бы наездились, им так не скажешь, чего они захотят. И когда у них есть, например, общая цель, они как бы не будут о своих союзниках думать, хотя проблема будет не во врагу, а в самих правителях надо разбираться. То есть должны быть правильные люди и правильные противники. Ой, правильные правители. Да, тут еще так же говорится, то, что в любом случае они могли выиграть, если бы они бы договорились. Теперь следующее. То есть первое у нас называлось «Война, путь обмана». Следующее у нас называется «Обман, путь войны». Давайте прочитаем самих. Нельзя обманывать кого-нибудь, не рискуя ввязаться с ним в войну. Милый обман может вызвать милую войну. Шутливый обман – шутливую войну. Молчаливый обман – молчаливую войну. Готовя обман, готовься к войне. Тот, кто вас обманывает, может воевать с вами или на вашей стороне. Иногда не вынуждать и обманывать вас. Это одно из самых распространенных преступлений против собственной личности. Неискренность с самим собой переводит к самообману. Самообман – принуждение других обманывать вас. Обман к войне, война к страданиям и неподготовленной смерти. Неискренность с собой – наркотик. Потребность, в котором возрастает все больше и больше. Это война против себя на истощении. Сплав зависти, сплеси, неуважения к себе, неуверенности, отчаяния и избленности. Это отсутствие пути. Страх большой цели. Ненавистное преклонение перед имеющими путь. Имеющий путь не обманывает первым. Имеющий путь удерживает других от обмана. Он всегда искренен в собой. Ведь это начало начал. Кто будет взбираться на дерево, чтобы увидеть путь, если не скажет, что заблудился? Заблудился – значит, заблудился сам. Даже если тебя завели в лес с завязанными глазами и сбросили. Это я управляю миром, но управляю недостаточно хорошо. Вот и потерял направление. Я заблудился сам. А кто же еще? Моя ошибка, моя неудача, моя радость неудачи, мой звездный час, мой счастливый шанс, мой путь. Это вторая притча. Кто хочет сказать, кто из этого понял? Ну, а там... Ариана, там Жорик, кто там еще? Не знаю, я не очень к нему. Вот, пират, как там. Тебя зовут? Четыре пират, Трезер, Кат. Или Жорик? Это чуть-чуть непонятно. Вот тут чуть-чуть было непонятно. А, хорошо. А пират понял? Так будем тебя называть? Что-то можешь сказать, там, не знаю, пересказать. Нет, ну, вон, давайте-то я вам скажу, о чем тут говорится. Тут говорится то, что вот нельзя обманывать кого-нибудь, не риская вязаться с ним в войну. То есть, если человека обманываете, если обманываешь, тогда уже может, по-любому, может что-то с ним произойти, если он не поймет, кто это сделал именно. Если он поймет, тогда уже будут проблемы. Вот, войну, как бы этому, можно сказать, быть против другого человека, можно так понять, обманывать войну. А, хорошо. Пират. Хорошо, пират. Так, вот шутливый обман, шутливую войну. Как бы, если пошутил человек, шутливо обманул, то есть, это, можно сказать, не так сильно будет. Ну, как бы, как пошутили, такая и будет война, можно так сказать. Молчаливый обман, молчаливый. Как бы, вот так. Вот, никогда не, Иисус говорит, что никогда не давайте обмануть вас. То есть, если вы понимаете, что вас хотят, обмануться, как бы, если вас уже обманывают, это, можно сказать, самое плохое, то, что может произойти. А когда вы неискренне, само собой, происходит обман, ну, это понятно. Вот. Самообман, принуждение других обмануть вас. То есть, если человек сам себя обманывает, то что, вот он думает, то что он умный. Но, по-настоящему, он, например, не умный. И вот, если другие поймут, как бы, они, если поймут, это то, что он считает себя тем, не умным, они начнут, скорее всего, его обманывать. Еще тут, еще из прошлых, из прошлых глав, там говорилось так, то, что, например, лучше быть, чем казаться, как бы, лучше быть умным, чем казаться умным, как бы. казаться, это, конечно, проще, чем быть умным, потому что быть, это, можно сказать, хоть время, как бы, всякие силы, время и так далее. Вот так. Обман к войне, как бы, если обманывать, как говорилось раньше, это приводит к войне. Война к страданиям и к смерти. Ну, война, вы сами знаете, что это такое. Сплава, зависть и сплетень, неуважение к себе, неуверенность, отчаяние и изобленность. Это отсутствие пути. То есть, если у человека нету пути, он будет жить, как бы, если у человека нету пути, ему, надо сказать, смысла нету жить. Например, у каждого человека должен быть путь, ради чего он живет. Не ради там, каких-то таких целей, как бы, у человека должна быть такая реальная цель, которая должна быть мудрая, которая должна нести какой-то бравость, добрый смысл. Вот. Имеющий путь не обманывает первым. То, что если у человека есть какие-то пути, цели, он не будет обмануть первым. Только вот люди, у которых нет путей, он не будет первыми обмануть. Имеющий путь удерживает других от обмана. То есть человек, который знает то, что путь, и он все это учитывает, он не даст, например, другим обманывать, можно сказать, его друзей, надо так сказать. Он всегда искренний с собой, ведь это начало-начало. То есть это самое такое начало, то что понимать, обманут или не обманут. Кто еще, тут говорится, что кто будет дераться на дерево, чтобы увидеть путь, если не скажешь себе, что заблудился. Залезать на дерево, это была вообще самая, по ходу, первая то ли третья притча, которая говорила, что вот мальчик потерял путь, как бы он потерял дом. И он заблудился в лесу. Что я вам кратко так перескажу, то что он потерял путь и не знал, куда ему идти. И вдруг он залез на дерево, как бы не растерялся, не так, не начал плакать, можно так сказать. И залез на дерево и увидел свой путь, как бы увидел, куда ему надо идти. И вот когда вот у вас, можно сказать, какая-то проблема, как бы вы не понимаете, какая у вас цель. Вот у него была явная цель прийти домой, потому что он заблудился. И он уже, то, что у него есть цель, он уже как-то начал сам в голове думать, то, что, а, ну вот надо мне какой-то найти, куда-то залезть. Потому что ходить так он не нашел бы никогда выход. А то, что он залез, он, можно сказать, он не вышел за пределы жизни этим действием, но вот он, можно сказать, так, нашел цель, как бы он получил, понял, как ему прийти к своей цели, как свой путь найти. Вот так. Тут говорится то, что вот заблудился, значит, заблудился сам, даже если тебя завели в лес. Это я управляю миром, но управляю недостаточно хорошо. Вот и потерял направление. Я заблудился сам, а кто же еще? Моя ошибка, моя неудача и так далее. Это была третья притча, ой, вторая притча. Сейчас прочитаем третью притчу. Технология обмана. Когда близко, покажи, что далеко. Когда есть, покажи, что нет. Когда силен, покажи, что слаб. Когда не хочешь, покажи, что хочешь. Когда показываешь, покажи, что не показываешь. Все это. Технология обмана есть последовательная перемена местами твердого и пустого. Две юноши, два друга играли в военные игры. И оба были талантливыми в своем деле. В военном деле. За этими играми они взрослели. И у одного появилась зависть к успехам другого. Он сказал князю, что несмотря на дружбу, считая долгом сообщить другу, его замыслил перейти на сторону врагов. Улик оказалось недостаточно. И князь пощадил оклеветану. Он лишь приказал отрубить ему ноги, чтобы не смог бежать к врагам. Но к врагам вскоре бежал не он, а клеветник, что в жизни обычно и случается. Князь предложил оставшееся место полководства. Но тот не принял предложение. Он считал, что над его солдатами будут посмеиваться, если у них будет безногий полководец. Но фактически руководил войсками. Конечно, бывшие друзья все годы держали друг друга в памяти и в поле зрения, продолжая молчаливый диалог и соперничество, пока их снова не свела военная судьба. Но свела она их в момент невыгодный для праведника. Когда соотношение численности войску было несоизмеримым, и он вместе со своим многочисленным войском бежал, а более удачливый соперник преследовал его, стараясь не упустить столь удобный случай и поставить точку в споре о том, кто же более талантлив, примерное представление о численности войска давало преследователям число пепелищ от костров, зажигаемых убегающей армии. На стоянках и наш безногий герой приказал своей армии потерпеть и разжигать каждый день костер вдвое меньше, чем в предыдущем. Армия убегающего таяла в глазах. Преследователя он увлекся погоней и вместе со своим небольшим переводным отрядом попал в засаду. Дорогу перегородил белеющий в темноте ствол поваленного дерева, на котором были какие-то иероглифы. Преследователь приказал зажечь факел и прочитал о том, что он найдет свою смерть именно здесь. Тут же на него, на его отряд посыпался град стрел и он, избегая позора, покончил с собой. Два обмана, но как они различны. Первый клеветан от друга привел к бедству, поскольку в расчеты обманщика не входило, что князь оставит соперников живых. А жить рядом со свидетелем собственного нравственности поведения невыносимо. Первоначальный план никак не входило стать противником князя. Напротив, было желание стать его полководцем. В итоге пришлось покинуть родину и воевать против нее. Имеющий путь так никогда не поступит. Вот что значит обмануть первым. Второй обман – обман справедлива. Возмедия основан на самодеятельности и нравственной неутоленности противника. Это праведный обман. Не имеющий путь способен до конца до мелочей отличать твердое от пустого, поскольку не умеет различать это в самом себе. Это была третья притча. Кто, что хочет сказать? Ну, а кто, что понял? Там Жорик, Ариана, Алис. То, что в начале там было сказано, что, например, врать, воровать – это все плохо, и из-за этого может начаться война. Ну, да, да. Тут вообще-то, да. Тут вообще-то идет история вот про двух друзей, например. Кто хочет сказать смысл этого, например? Что вы поняли? О чем тут вообще говорится? О двух друзьях тут говорится. А мы что, уже урок закончили? Что? А мы что, уже урок закончили? Нет, урок у нас еще 40 минут идет, как бы, да. А, мы просто спросили, что вы поняли, и я подумал, что урок уже закончился. Нет, просто что вы поняли из этой притчи, как бы, из этого рассказа маленького. Как бы, я уже несколько же прочитала. Ну, о чем тут говорится, как бы, тут же история такая маленькая идет. Умная. Ну, хочешь, я скажу то, что тут говорится. Можно это пересказать. Вот, во-первых, вот как самая умная технология обманывают. Когда близко, покажи, что далеко. Например, когда уже достигаешь, можно сказать, какого-то достижения, уже пришел к своей цели, можно сказать, что ты еще до нее не дошел. Когда есть, например, какой-то там драгоценность или ум, показать лучше, что его нет. Когда силен, покажи, что слаб. То, что если силен, показать лучше, что слаб. Потом, если уже что-то произойдет, можно это проявить. Когда не хочешь, покажи, что хочешь. Ну, это такое своеобразное, это можно понять. Когда показываешь, покажи, что не показываешь это. Все это. Ну, это тоже понятно. Тут идет так, я вам скажу, что тут говорится о том, что две юноши играли военные игры. Как бы они двое занимались, можно сказать, так в войну, как бы учились, там сражались как-то, на мечах, может быть. И один стал лучше другого. Есть первый, есть второй. Первый пошел к князю и сказал, что у нас такая проблема, что можно там... Перешел на салон врагов. Он ушел, чтобы не быть с ним, чтобы не завидовать, можно сказать, вот так, зависть. И когда это ему сказали, отрубили ему ноги, чтобы он... Как только было понятно. Потом... У них все это время было соперничество. Вот. И он предложил им полководцем быть, этому, кому отрубили ноги. Ну, он думал, что над ним будут наспехаться, то, что у него нет ног, и все такое. Потом... У них началась погоня, то, что один бежал за другим, и... Вот. Первый. И самое тут то, что он все равно умер в конце. Ну, и тут говорится о том, что умер тот, кому ноги отрубили. А убил тот, который, можно сказать, первый, который был, можно сказать, так сильнее, как завидовал ему второй. И вот тут. Говорится то, что, можно сказать, первый обман... Тут два обмана. Во-первых, что вы хотите сказать об этих двух обманах, например, там, Жорик? Что ты понял? Потому что там было два обмана. Первый обман, когда он обманул и перешел на сторону врагов, а второй, что, например, когда он его убил, как бы было бы, что справедливо, а что не справедливо, что правильно, а что неправильно. Что ты можешь сказать об этом? Что ты можешь сказать? Жорик, можешь сказать? Кто еще истерян? Ну, что ты... Тут было два обмана, да? Первый обман, когда... Да, что ты можешь о них сказать? Не знаю. Не понял. Ну, давай скажи. Первый обман, когда перешел на сторону врагов, как бы было два друга. Один перешел на сторону врагов, это был такой неправильный обман, потому что, как бы, зачем идти на сторону врагов, то, что если уже у них было какое-то соперничество. Он пошел на сторону врагов, и там произошла война, они сражались, и была погоня. А, то, что... Было два друга, один друг был хороший, а другой стал плохим. Да, потому что у них была, можно сказать, он увидел в них конкуренцию, потому что он начал завидовать. Как бы вот так. Из-за этого... Ну, да. Вначале он начал завидовать тому, который не умел много, а тот, который не умел много, он начал вставать на плохую сторону. Да, и вот он обманул то, что он от своей, можно сказать, родины перешел к врагам, как бы на сторону врагов. А потом, который не ушел, как бы есть первый, который, можно сказать, такой, можно сказать, правильный, справедливый, добрый, так можно сказать. Он убил того, и, можно сказать, его обманул, наказал, потому что он... Это было справедливо, потому что он и так сделал неправильно, а он его, как бы он сказать, наказал. То, что первый обман, вот второй обман, справедливо, возмездие. Как бы он ему отомстил, можно так сказать. А первым был правильный обман. Да. У этого был неправильный обман. Это был правильный обман, то, что второй обман был. Потом давайте прочитаем следующее. История первого обмана. Слушайте. Так. Зачем князь поверил первому обману? Это говорится, который мы только что прочитали. Не до конца, но поверил. Как судья неуверенный, что именно обвиняемый является убийцей, приговаривает его на всякий случай к десяти годам, а не к смертной казни? Какой трудный вопрос. Конечно, есть люди, которым первый обман дается с таким трудом, что этот труд заметен всякому и тотчас открывается. Но есть и хорошие актеры. Но из семечка клена вырастает клен. Что же еще? Тот друг, что отодвинул свою циновку, сумел разглядеть, что за семечка проклюнулась. Князь ехал шагом. Это как бы такая история, она написана чуть другим шрифтом. Князь ехал шагом мимо лесной поляны, когда увидел связанную засыпанную могилу женщину. Возле нее, что веером обмахивала на могиле земли. На вопрос князя женщина пояснила. Мой муж умер. А я обещала ему, что не взгляну на другого мужчину, пока земля на его могиле не высохнет. А сушу этим веером земли. Виденное показалось князю добавным. И вернувшись домой, он рассказал о встрече с женой. Жена не рассмеялась, а принялась бронить женщину. Уж слишком сильно. Эта чрезмерность заставила князя задуматься. Он усомнился в добродетельности жены и решил подвергнуть ее испытанию. Жена не выдержала проверки, поддалась подстроенному соблазну, а затем, устудившись своего поступка, покончила с собой. Мы видим то, чего трудно не заметить. Чрезмерное негодование жены вызвало подозрения. Чрезмерность может быть обманом, а может быть и соблазном, самообманом. Но с него начинается обман и другое. Подвергая кого-то проверке, мы можем что-то разрушить в человеке. Проверке можно доверять, если она не связана с провокацией. Уже сама провокация содержит обман. Секунду, подождите. Кто кого здесь обманул первый? Тот, кого проверяли, или тот, кто проверял. Наблюдай и расспрашивай, а не устраивай провокации, если не хочешь рисковать человека. Тот, кто устраивает провокации для проверки, может быть обманут. Это следующая притча. Кто-то хочет сказать, кто что из этого понял. Жорик, Ариану. Алиса вообще не отвечает. Алиса тут. Так, ну, Жорик, Ариану, что-то хотите сказать, кто вы из этого понял? Тут рассказ был. Давайте даже ее разделим на части. Например, вот про эту часть, про князя, и про женщину, которая могилу высушивала. Что вы из этого поняли? Какую там умную мысль вы взяли? Ну, Ариану, ну, говори. Ну, я так поняла, что что там случилось? Там князь шел и заметил женщину, которая стояла около могилы, и она сушила веером землю. И она сказала князю, что я не могу смотреть на другого мужчину, пока я не высушу землю на могиле моего мужа. Это ее муж так сказал ей, чтобы он так делал. И его это удивило, ему это показалось странным. Он пришел домой и рассказал это все своей жене. И она стала говорить, что это тоже ей показалось странно. Она стала выронить эту вот женщину. Потом князь решил ее проверить, и она не прошла проверку. И она, в общем, с собой покончила. То есть она поняла, что, не знаю, это правильно сделала. Да, смысл этой рассказы в чем? Ну, первую часть, к чему было то, что вот про женщину веер и могилу, про это я не очень поняла, вот эту мысль вот об этом. О том, что вот жена князя не прошла эту, как сказать, проверку. И она... То есть она ее сделала уже неправильно. Она поступила неправильно. Да, и поэтому она уже... То, что она не смогла это принять, то, что она сделала неправильный поступок, и она уже, чтобы не стыдиться, убила себя. Да. А что вы, например, поняли, что у вас сейчас спросить можно? Вот, поддерживая проверки, мы можем что-то разрушить человеке. Что вы про это можете понять? Что-то сказать? Ну, мы, например, подвергая проверки, можем не показать правду этому человеку. Например, если мы решим кого-то проверить, то он потом поймет правду о себе. То есть, может быть, он как-то неправильно какое-то решение когда-то сделал или что-то не так сказал. И он поймет свою вину. Вот что-то такое. Ну, да. Ну, тут еще в начале говорилось, вот зачем князь поверил первому обману? Не до конца, но поверил. Как бы князь поверил первому. Вот эта притча, которая была до этого, то, что это был обман. Как бы он его обманул, но князь поверил этому. А вот что вы там можете сказать? Как судья, неуверенный, что именно обвиняемый является убийцей, приговаривает его на всякий случай к десяти годам, а не к смертной казни? Что вы из этого можете сказать? Кто что понял? Ну, Алян, говори. То, что вот на всякий случай, вот как ты сказала, к десяти годам, то есть на всякий случай, если, может быть, это было неправда или как-то, не знаю, то есть, как только надеюсь, не навсегда, вот надеюсь из-за того, что, может быть, он как-то изменится, или это была неправда, что такое. Ну да. Ну так, давайте, тут еще говорится, да, вот, тут еще говорится, какой трудный вопрос. Конечно, есть люди, которым первый обман дается с таким трудом, что этот труд заметен всякому, и обман тотчас открывается. Но есть и хорошие актеры. Вот, что вы из этого поняли? Ну, хотя тут, понятно, что вот первый обман из прошлой притчи человеку, который обманывал, ему удался легко, потому что ему поверили. А, например, люди, которые попытаются обмануть ее, у них это не получится, как бы, может и не получится. Ну что, давайте прочитаем следующую притчу. Военное искусство. Слушайте. Военное искусство – это искусство удара, твердого по пустому, по пустому, как камнем по пустому яйцу. Не может не быть успеха. Твердая, а твердая, только искры летят. Обе стороны несут большие потери. Кровавый вариант разрушения. Ударе твердым по пустому – вот подлинное искусство. Не стремиться быть сильнее врага, а искать, где враг слабее вас. Не надо быть сильнее врага всегда и везде. Достаточно быть сильнее него лишь в нужном месте и в нужное время. Пусть у него сто тысяч солдат, а у меня сто, но пусть мои сто окружат его десять. Я держу победу. Победа – это меня усилит и его ослабит. Дело не в том, чтобы иметь более многочисленную и сильную армию, а в искусстве быть сильнее противника в нужный момент и в нужном месте. Пусть против меня выдвигают пять обвинений, а не одно. Я выберу самое слабое из пяти и его отвергну. Тем самым поставлю под сомнение и остальные четыре. Как бы это понятно. Разбив самый слабый из аргументов, выбив самого слабого противника, мы усиливаем свои позиции, приближаем себя к победе. Сперва мы нападаем на самого слабого. Любая победа должна быть легкой, иначе она уже и не совсем победа. Для этого искусный в своем деле сначала пашет, а лишь затем стражается. Обеспечивает прочный тыл и достаточный запас. Уклоняется от сражения, пока сил недостаточно. Кстати, пока сил недостаточно. На это предложение тоже была такая притча про петуха, потому что князь отдал петуха учителю боевых петухов. И он постоянно ему говорил, приходил князь каждую неделю и спрашивал, готов ли петуху сражаться? Он говорил, нет, он не слишком там, он был яростный, он постоянно хотел драться. А вот к концу он уже как-то ему стал как-то все равно, и вот он уже с таким умным видом ходил вот так. Лучший способ разбить армию врага это сохранить ее в целости, сделав союзника. Лучший способ уничтожить врага это сделать его другом. Пока враг жив, не поздно указать ему путь. Имеющий путь не может быть врагом. Пути не пересекаются. подлинная дружба дружба одиноких, у каждого из которых свой путь. Такие друзья никогда не соперничают и не предают друг другу. как не могут соперничать великий артист с великим стеклодувом. Но умение указать другому путь тончайшее из искусств. Это может быть большой целью. Так это сложно величайшее из искусств. Если не удается указать путь сделать противника другом, следует разрушить его планы, изменить его представление о возможных представлениях войны, чтобы он оказался от самой мысли о ней. Если не удается разбить замыслы, надо разбить ее союзы. Увидев, что союзники покидают его, что он ошибся, ваш враг, если не откажется от намерения, то отложит его исполнение до уяснения ситуации. Если война неизбежна, нужно перенести заботу на армию противника. Искусный в военном деле любит своего врага и заботится о нем. Вот это еще одна притча. Кто хочет рассказать, что вы тут поняли, о чем говорится? Жорик там Алиса реально? Кто-то хочет что-то сказать там? Жорик, кто тут? Да, я тут. Да, ну что ты из этого понял? Ничего не понял? Нет, это просто тяжело. А на следующий урок ты сможешь найти чуть-чуть полегче? На следующий урок, вот смотри, там есть такой этот ютуб канал, мои уроки сейчас туда тоже выкладывают, там можешь посмотреть, там с первого видео, там первые главы, они такие легкие были, там можешь видео посмотреть, там школа свободных наук, ютуб называется, канал, там Ченис Хусейна найди, и там посмотри первая глава, там, и если там знаешь, я тебе могу на следующий урок рассказать кратко там пару штук. Хорошо. Да, ну тут говорится то, что вообще военное искусство говорится о том, что Верхмон он сказать, что против меня выдвигают пять обвинений, а не одно, то есть человек выдвигает пять, то что он виноват в пяти делах, и он одно дело выдвинет, сказать, что я не виноват, и люди поймут, что он не виноват, и люди будут сомневаться, что он действительно в других неправ, почему мы его выдвигаем и задумываются об этом. Также тут говорится о том, что нападает на самого дух у других людей появится, армия, которая убивает, и у других может пропасть, если убивать по очереди слабого, посильнее, посильнее, тогда сама армия будет становиться сильнее, если она убивает слабого, она становится сильнее, так сказать. Разве? если ты убиваешь самого слабого, не знаю, это какая-то приходит силы, больше территории от этого получаешь и так далее. Тут лучше способ, например, как вы думаете, как лучший способ разгромить армию врага? Как ты думаешь, Жорик, как самый лучший способ разгромить армию врага? Как ты думаешь? Ну, сначала убить самых слабых, а потом посильнее. Ну, да, ну, знаешь, или тогда захватить самых слабых, чтобы армия стала побольше, а потом самых сильных. Ну, ты думаешь, что люди будут сражаться против своих же как бы людей, надо сказать. Ну, самый лучший способ это сохранить себя в целости и сделать союзником. Как бы, если подружиться и, так сказать, сделать союз с другой стороной, то лучше, как бы, никто не умрет. Это, можно сказать, самое правильное. Например, самый лучший способ уничтожить врага. Это с ним подружиться, помириться. Да. Также, пока враг жив, как бы, его можно показать путь и понять, вот, например, почему он против. Должна быть причина, почему, если враг против другого, человек против другого человека, должна быть причина. и если, например, у человека другая, если ему надо показать такой путь, потому что пути не пересекаются, потому что вот человек, который делает стекла и певец, у них, они не будут врагами, потому что их пути не пересекаются, у них, например, не одинаковый путь. Вот если было бы два певца, то у них была бы конкуренция какая-то. И злились бы, ругались. Ну да. Конкуренция. Но умение указать другому путь тончайший из искусств. Это может быть большой цель. Имеет цель, например, показать какому-то человеку путь. У каждого человека свой путь, например, у каждого человека свой размер обуви. Нету одного размера обуви на всех. Это у каждого своя обувь. Это говорилось в прошлых притч. такая фраза. Если не удается, например, указать путь, лучше все его цели, все его планы разрушить и с нуля ему дать показать его путь. Вот это и говорится тут. Искусный в военном деле любит своего врага и заботится о нем. Который это понимает, он будет о нем заботиться. Если война неизбежна, нужно перенести заботу на армию противника. Перенести заботу, чтобы это все армия противника была. Давайте прочитаем следующее. Падающий мельничный жернов. Самый младший сын в большой семье всегда почитал старших, безукоризненно выполнял свой сыновный долг и обязан и обязан младший. Его часто ставили в пример, что раздражало старших братьев. Часто возникало у них желание побить его, но мешало одно его качество. Когда требовалась его помощь, он был тут как тут, но когда хотели его побить, никак не могли разыскать по всему дому, а там и злость проходила. Этим своим качеством он довел старших братьев до изнажения и решили они его погубить. Они вели ему копать глубокий колодец во дворе, а сами заготовили старый уже отслуживший свое, но тяжелый мельничный жернов. То есть это, можно сказать, тяжелая вещь такая. Вроде бы так, как я знаю. Когда колодец был достаточно глубок и младший копал на самом дне старш копал на самом дне старшие братья подкатили жернов к краю колодца и кинули вниз. Но было дело в том, что постоянно ухаживая за старшими братьями, младший хорошо их изучил. Поэтому роя колодец он прокопал в бок маленькую ямку. И когда жернов покатился, подлетел вниз, спрятался в нее. Подожди, секунду. братья на радостных, что разделались, доявшим образом соблюдение долга, выпили лишнего. А когда на следующее утро у них раскалывалась голова, он был тут как тут, с кувшином холодной воды и полотенцем. Этот младший брал. Слова человека, образцово выполняющего сыновный долг, была так велика, что народ сделал его своим князем. Кстати, это был именно он, кто просил об отмене пытки медным шестом. Это еще из прошлой притчи было. Тот, кто искренне любит своего врага и заботится о нем, знает его и делает себя непобедимым. Это еще притча. Ну да, если, например, ты хочешь победить врага, ты должен быть, например, ну, он тебе, ты что-то выжить, что-то делать, и он тебе говорил, у тебя некрасиво, а ты должен говорить ему, у тебя красиво, и так они помирятся, и не будут ругаться. Ну да, а что ты из этой истории понял? Человеку бы не было войны, надо не ссориться и не ругаться. Ну да, но эти братья, они делали обман, они его хотели убить, погубить его, но он был умен за то, что они его постоянно так обижали, он их уже изучил и понял то, что вот как с ними как бы разделаться. Да, и вот когда они уже скинули, он был на это готов, просто в бок прокопал и, можно сказать, так, уберегся. он мог продолжить и, например, их погубить, им какую-то пакость сделать, какое-то плохое дело, но так как он понимал, что, можно сказать, это их братья, всякое бывает, то, что он пришел к ним и даже им помог, когда им было плохо, когда они уже напились и все такое. Кто искренне любит своего врага и заботится о нем, знает его и делает себя непобедимым. Тут так под конец говорится. Ну что, давайте прочитаем еще одну, последнюю мы еще успеем прочитать. Ну, можем еще две прочитать, мне кажется. Ну, да, надо будет посмотреть. Так, покажи врагу дорогу к жизни. Рательственные войска окружили в горах шайку разбойников. Разбойников было много. Они были хорошо вооружены и провианта у них было достаточно. Правительственные войска несли большие потери, но ничего не могли поделать. Настал момент, когда стало неприлично докладывать императору о размере потерь, но и отступить было тоже неправильно. Тогда обратились за советом к одному старому по отошедшему отдел полководца. Тот Том расспросил о характере окружения, убедился, что через него и мышь не проскочит и сказал, конечно, они будут сопротивляться до последнего. Вы отняли у них дорогу к жизни, им ничего не остается, как стоять насмерть. Покажи врагу дорогу к жизни. Приоткрой незначай проход к непримеченном месте. Разбойников много, и они разные. Есть среди них и раскаявшиеся, и насильно забранные в шайку крестьяне. Есть и просто трусы. Это три замечательные категории. Как бы есть трусы, есть которых специально забрали и раскаявшись. Они то и начнут разбегаться в первую очередь, как только почувствуют надежду на спасение. И двух почтовых чиновников хватит, чтобы повязать их всех поодиночке. Так и сделали. Разбойники были схвачены, достали на столицу и, как и было обещено, их казнили. Добиваясь победы, думая о том, что значит для противника поражение и по какой дороге он к нему идет. Надо понимать, что для человека может быть победа и что для поражения. В войне это все понятно, что у одного человека будет цель захватить территорию другого. понятно. Давайте дальше считать. Добиваясь победы, думая, что значит для противника поражение и по какой дороге он к нему пойдет. думать надо о двух технологиях. Мало думать только об одной, о той технологии, как наносить удары по противнику и как его победить. Надо думать и о другой, о той технологии, по которой он проиграет, отступит ли или сдастся. Эта технология должна существовать. Если ее нет, как она проиграет? Сделай для противника дорогу к его поражению, удобной или в худшем случае приемлемой. Прекрасно, когда это так, как ковровая дорожка, в конце которой еще и чашечка кофе. Если противник, в отличие от отчаяния, и не видит иного выхода, кроме борьбы, его трудно победить, помочь ему сложить оружие, вот задача. Мало упорно настаивать на том, чтобы человек признал, что сказал неправду. Надо сделать такое признание приемлемым для него. Помочь ему сохранить лицо, сохранить самоуважение и надежду на уважение других. Если кто-то сказал нет, не торопитесь настаивать на согласии. Найдите новые аргументы, сошлитесь на другие обстоятельства, чтобы он мог сказать, так это другое дело, что же вы раньше не сказали, иначе и захочет изменить мнение. Да неудобно будет. Заботясь о противнике, вы должны отчетливо представлять все этапы его поражения. Каждый должен быть не тяжелее предыдущего, а вместе должны вести к поражению. Догоняя бегущего противника, нельзя преследовать его слишком напористо, иначе обернется и будет стоять насмерть. Нельзя и с улыбкой выдать свое торжество, иначе похвалится и еще не сказал да, а еще никакого согласия не давал. И придется начинать все сначала, только теперь будет труднее. Обсудайте то, что следует за поражением, отойдя от настоящего момента так далеко в будущее, чтобы ваш противник был согласен вести такое обсуждение. Взгляд из будущего подготавливает настоящее. Вот это притча. Кто-то хочет сказать, кто что еще понял? А то только ящик договорил. Да, ну не знаю, Арианна тоже говорит, Арианна тут что-то поняла. Да, ну я не знаю, что-то реально сложно как-то стало уже. Ну не знаю, ну хотя-то перескажи что-то, о чем тут говорится. ну что вы можете например вот Жорик или Арианна пересказать что-то про вот этих говорится про войну. Тут же говорилось то, что чтобы избежать войны надо например помогать врагу и не делать то, что он тебе плохое делает, а делать ему хорошее. И так мы избежим войны. Да, ну что можно пересказать или сказать что-то понял про разбойников, которые нападали и вот люди вначале избегали, а потом уже поняли то, что смысла нету. Что можете из этого сказать? Что ты можешь сказать? Может или нет? Я могу сказать. То есть можешь сказать да, хорошо. Ну тут говорится о том, что нападали разбойники и их постоянно грабили. И уже говорить императору то, что нас грабят разбойники стало стыдно. И они уже решили сами сопротивляться. И как они поняли, то что там были раскающиеся, насильно забранные шайку крестьяне и трусы. То есть таких там сильных, умных не было разбойников. Потому что обычно разбойники это глупые люди, можно так сказать. Просто сильные, можно сказать, глупые люди. И вот то, что так как они были слабые, они их так разгромили, крестьяне, они как только узнали бы то, что вот нас могут спасти, взять другую страну, мы там будем жить, работать, а не как эти разбойники жить, когда нас убьют. Они бы сразу разбежались. Потом трусы, но трусы это понятно, что которые просто убегут, будут бояться смерти, можно так сказать. А кто не трусы, они будут держаться до последнего, чтобы выжить. Да, но они должны понимать, что если у них одни трусы, то есть если там будет много трусов и пару сильных таких чуваков, то есть они все равно проиграют, потому что трусы в команде не нужны. Разбойники были убиты, добиваясь победы, думая о том, что значит для противника поражение, и по какой дороге он к нему пойдет. То есть если для кого-то может быть поражение, это получить для кого-то такую среднюю оценку, для кого-то может быть например для какой-то хорошиста или отличника это может быть поражение плохо, для какой-то двоечника это для него может быть даже победа очень хорошо. Надо понимать что для него это значит. Вот об этом так и говорится. То есть если вы там говорите и если человек говорит нет, то надо понять почему он говорит нет во-первых. Надо спросить почему он отвечает нет. Причина должна быть по-любому. Почему он так говорит. Потом надо проведить другие аргументы. Например если вам запретили что-то купить значит вы должны сказать если это реально хорошая полезная вещь вы должны привести аргументы. То есть чего в этом хорошая например в этой вещь. Она полезная для дома для семьи может быть. Ну в принципе тут об этом и говорится. Уже у нас урок заканчивает через 3 минуты мы уже не успеем прочитать еще одну. Ну половинку самую маленькую одну фразу. Так они тут большие мы уже не успеем. Тут три листа. Половина фразы. Не успеем уже на следующий урок. Через неделю зайдете еще будем читать. Я уже очень много читал. Мы уже прочитали две главы еще две осталось. Но четвертая она маленькая там думаю за четвертую. Пират сейчас я скажу. Технология жизни книга для героев Владимир Тарасов. Хотите. я вам сейчас в чате могу написать. Хотите вы в интернете можете почитать. Но я дальше читал. И там только была чуть этой книги и уже дальше не было продолжения. Как это не было? Я раньше читала с демонстрации экрана. Но я один раз захожу на сайт где я читал. И смотрю там вот уже нету. Из этого я начал свои книги уже читать. Может они ему лень придумывать? Не знаю. Книга сама выпущена. В интернете нет. Ты может скачать такую всю книгу типа пару мегабайтов весят с гугла. какую-то книгу. Вот я отправила. Хотите скопировать. Ну что давайте заканчивать урок. Ой я на следующей неделе не смогу. Не сможешь? Нет потому что у меня школа начинается. Ну да у меня еще не начинается. У меня начнется 15 сентября еще. А мне 5. Да понятно. Ну что давайте прощаться. Всем пока. До новых